Всем-всем большой привет! С вами на связи Дарья Беляева, координатор нового регионального движения по республике Адыгея, посвященного Большой Перемене. Мы вместе с моей командой, Коростом Александром, Мариенко Марией, Владой Шияни, Екатериной Караваевой и Адамас Виклановой, подготовили для вас открытый урок, посвященный конкурсу «Большая перемена». Наверняка многие из вас впервые слышат об этом конкурсе. И сейчас задаются вопросы. Что же такое «Большая перемена»? «Большая перемена» – это всероссийский конкурс, который впервые появился и стартовал в 2020 году. И, несмотря на это, смог собрать более миллиона участников. 1200 ребят с 9 по 11 класс вышли на финишную черту, а 600 стали победителями. Конкурс состоял из шести этапов, самыми яркими из которых были полуфинал и финал. Для ребят, проживающих на территории ЮФО, полуфинал проходил на территории Международного детского центра «Артек». Там же проходил финал для всех участников. Полуфиналистам и финалистам предстояло проявлять гибкость своего мышления и предлагать вариации решения кейсовых заданий, тематики которых были самые разные, таким образом разрабатывая новые крутые проекты. Параллельно с решением кейсов на полуфинале и финале проходили встречи с известными людьми, тренинги и еще огромное множество различных мероприятий. Полуфиналисты и финалисты получили фирменный мерч «Большой перемены», сувениры и огромное множество положительных и ярких эмоций. Те ребята, которые дошли до финала за весь конкурс, разработали целых три проекта. Также довольно интересным этапом конкурса была командная гонка. Участникам предстояло собрать команду и вместе разработать проект по тематике одного из трех кейсовых заданий. «Большая перемена» — это возможность, возможность проявить себя, показать миру, на что ты способен. Я уверена, что среди вас есть ребята, готовые менять этот мир. Наверное, вам стало интересно, что же такое «Вызовы Большой перемены». Сейчас мы о них и расскажем. «Вызов Большой перемены Твори» объединяет всех творческих личностей. Там вы можете показать, на что вы способны в разных сферах искусства. Например, художественный или театральный. Изобразить свой вопрос в виде танца. Например, такой был этап «Оставь свой след в искусстве». «Меняй мир вокруг». В рамках данного направления ребятам предлагалось продемонстрировать свои решения в тематике «Смарт-сити» умного города, современных экопоселений, современных архитектурных и ландшафтных решений. Они ответили на вопросы о том, как сделать существующие мегаполисы, города и деревни современными, обеспечить развитие и интеграцию инфраструктур и о том, как сделать проживание комфортным и экообразным для человека. «Будь здоров». Это вызов для тех, кто занимается спортом, ведет здоровый образ жизни и интересуется медициной. Новые средства и технологии создания лекарств, обеспечения качественной медициной всех и каждого в России. Об этом и другом следовало поговорить участникам в этом блоге. «Смарт-сити» 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 «Он предназначен для ребят, которые хотят продемонстрировать свои знания в области научной инженерии и которые задаются такими вопросами, как «Что же такое новая технология и инженерия?» «Роботы и искусственный интеллект» «Наши друзья» Всем привет! Я бы хотела рассказать о вызове «Дело и добро». Данное направление объединяет всех ребят, которые реализуют, развивают и, конечно, создают различные общественные инициативы, призванные творить добро для всех групп нашего общества во всех уголках нашей страны. Добровольчество, волонтерство, социальное предпринимательство, общественные инициативы. Вся эта деятельность по созданию социальных инноваций проходит под девизом «Делай добро!» Расскажи о главном. Уже из названия можно понять, что это направление связано с журналистикой. На наш взгляд, многие из вас задавались такими вопросами, как создать свой популярный YouTube-канал, подкаст или документальный фильм, с кем конкурировать и как реагировать на мнение подписчиков или зрителей, что такое качественный и интересный контент, будет ли существовать телевидение через 10 лет, «Как меняется профессия журналиста сегодня?» Ответы на все эти вопросы ребята должны были сформулировать вместе с экспертами в медиаиндустрии. Особого внимания заслуживает вызов «Помни», который посвящен георическому прошлому нашей Родине. Особенно он актуален в памяти и славы. Мы помним всех тех, кто отдал свою жизнь за наше счастливое детство и мир на небо головы. Помните через века, через года помните о тех, кто уже не пройдет никогда помните. «Познавай Россию» Это направление больше всего подходит ребятам, которые интересуются туризмом. На сегодняшний день существует много различных видов туризма. Экологический, научный, культурный и другие. В данном направлении конкурсанты должны были понять, что такое современный турист и каким он должен стать в будущем. Существует много различных компаний и профессий, основная задача которых сделает туризм популярным на определенной территории. Сохранять природу, экология и сохранение планеты это глобальный вызов для недостаточного усилия отдельных групп активистов. Крайне важно иметь общую картинку. Именно поэтому данное направление объединило практиков и специалистов в области новых технологий от мусоропереработки до дизайнов. С общей целью понять, что происходит с нашей планетой и как обеспечить ее сохранность для будущих погодей. В 2020 году от нашей республики участвовало чуть больше 3800 человек, 34 из которых прошли в полуфинал, а трое из них стали финалистами и победителями. Также, участвуя в конкурсе, вы можете прокачать soft skills. Подробнее о нем сейчас расскажут. Сейчас я покажу вам презентацию о том, что такое soft skills или гибкие навыки мышления. В современном мире, чтобы быть успешным, недостаточно иметь глубокие знания и опыт. Нужно еще кое-что под названием soft skills. Что такое soft skills? Существует два понятия hard skills и soft skills. Дословно, soft skills переводится как мягкие навыки. Мягкие навыки это социальные навыки. Они не столь измеряемы, как жесткие, твердые, но наиболее эффективно помогают продемонстрировать и применить твердые навыки. Soft skills необходимы в любом виде деятельности. Например, в умении общаться, принимать решения, работать в команде, управлять временем, убеждать, мотивировать себя и других, решать проблемы, адаптивность. Жесткие навыки это умение читать, считать, писать, языковые навыки, мягкие навыки, умение анализировать, работать в команде, проектное мышление. Чем глубже технологии проникают в нашу жизнь, тем более востребованными становятся люди с развитыми гибкими навыками. Soft skills в порядке важности и значимости. Первое. Это способность работать в команде. Второе. Способность принимать решения и решать проблемы, то есть лидерство. Третье. Способность общаться с людьми, учителями, одноклассниками, в организации и вне ее. Четвертое. Способность планировать, организовывать и выделять приоритеты. Пятое. Способность искать и обрабатывать информацию. Почему важно развивать soft skills? Не стоит забывать, что коммуникация это ключ ко всему. Успешное межличностное общение это основа всех мягких навыков. В наше время не иметь навыков мышления довольно трудно. Более того, навыки, которые считаются наиболее важными для положительного решения о трудоустройстве, это наличие правильного настроя, гибкость, навыки устного общения и пунктуальность. Так как же большая перемена помогает в развитии soft skills? Большая перемена это конкурс, в котором мы учимся работать в команде и слушать друг друга. У участников развивается умение анализировать и генерировать идеи. Мы учимся работать в непривычной обстановке, адаптироваться под сложившуюся ситуацию и многое другое. Конкурс помогает детям стать лучше, быть наравне со взрослыми и даже лучше. Я являюсь полуфиналисткой конкурса Большая перемена. С самого детства вся моя жизнь была неразрывно связана с рисованием. Так, собственно, начался мой путь участия в конкурсе по направлению твори. С главной мотивацией участия в конкурсе для меня был шанс показать себя. Мне очень хотелось, чтобы люди в моей республике поняли, что я могу достичь чего-то большего, что я могу выйти за рамки маленькой адекеи и показать себя на уровне России. Ну что ж, в какой-то степени мне это удалось. А также я хотела завести новые знакомства, потому что я люблю знакомиться с разными интересными людьми из своей сферы, особенно, если это люди из других регионов, из других городов. И, собственно, этой цели я тоже достигла. Перед конкурсом я познакомилась со своей подругой, с которой мы общаемся до сих пор. А больше всего в Большое перемене мне запомнилось открытие, ну, давайте будем честны, открытие полуфинала было просто великолепным. Это было очень интересно. Мне также запомнилось знакомство с разными ребятами. Там были ребята из всего Южного Федерального округа, из Калмыкии, из Волгоградской области, из Ростовской. И все эти люди, они такие разные интересные, что каждый из них оставил частичку себя в моей памяти. Вы можете спросить, а почему я должна участвовать в Большой перемене? И, честно говоря, я не дам вам ответ на этот вопрос, потому что я считаю, что вы сами должны на него для себя ответить. Вы должны поставить четкую цель, чего вы хотите добиться от конкурса, знакомство с мастерами своего дела, которые могут вас направить в нужное русло, чтобы в следующем году, чтобы в следующий раз вы показали еще больше результатов. И хочу дать такой небольшой советик. Пожалуйста, не сравнивайте себя с другими. Не нужно смотреть на других людей и думать, вот, он такой классный, вот, он столько много всего умеет, а я этого не умею, или у меня получается хуже. Нет, это не так. Просто у каждого разный темп развития, и если у кого-то что-то получается хорошо сейчас, не значит, что у вас это никогда не выйдет, и что вы навсегда останетесь хуже этого человека. И если вы постараетесь, то вы сможете преодолеть себя, преодолеть свои страхи, и покорить горы, покорить большую перемену. Меня зовут Купейва Ксения, мне 15 лет, и я проживаю в городе Майкопе. Мне очень нравится принимать участие в различных конкурсах, и в прошлом 2020 году я приняла участие в конкурсе «Большая перемена» и стала полуфиналистом. У каждого из нас есть своя суперсильная сторона. Кто-то круто рисует, кто-то помогает защищать природу, а кто-то ведет здоровый образ жизни. Так вот, конкурс «Большая перемена» это не просто соревнование, это конкурс, в котором ты можешь выбрать свое направление, направление, в котором ты хочешь двигаться и развиваться. И этот конкурс позволяет нам использовать и развить свою суперсилу. Во время полуфинала конкурса мне понравилась работа нашей дружной команды. мы принимали вместе решение и волновались за наши результаты. Я хочу сказать всем, кто хочет принять участие в таком конкурсе поучаствовать, но по какой-то причине не решается, не бойтесь открывать для себя новые горизонты знаний, у вас обязательно все получится. В этом году большая перемена должна стать еще круче. Кроме увеличения числа вызовов, конкурс будет готов принять ребят не только с 8 по 10 класс, но и младшеклассников с 5 по 7. Кстати говоря, уже 28 марта в день больших перемен откроется регистрация на новый сезон конкурса. У вас есть множество гениальных идей, вы креативный и разносторонний человек, любите работать в команде, а может у вас есть какие-либо скрытые способности, которые нужно развивать, тогда мы ждем вас в нашей команде!